Если на нашу историю посмотреть, она многим из индустрии кажется такой сказочной. Вообще компания работает в 14 странах. Я продал им будущее. 100% объективная вещь у нас открывать проще. Если ты Яндекс, ты можешь делать самоуправляемые машины. Если ты стартап, ты должен выживать. Научился не рисковать всем. 50% рынка доставки, как правило, занимает пицца. Пицца, она идеально создана для доставки. Мы будем инвестировать, понимая, что эта игра очень большая, она стоит того. Всем добрый день, это Forbes Capital. Я Елена Тафанюк. Сегодня у нас звезда российского предпринимательства, основатель ДОДО Пицца Федор Овчинников. Федор, здравствуйте. Добрый день, Елена. Вы глобальный предприниматель. Знаете, конечно, хотелось бы, наверное, ответить глобально. Мы стремимся к тому, чтобы компания не имела каких-то границ в планировании, в постановке целей. Но сейчас все равно 90% нашего бизнеса – это российский рынок. Хотя мы, я считаю, успешно экспортируем нашу модель на другие рынки. Мы очень успешны в Восточной Европе, мы развиваемся в Африке, в Нигерии. И стараемся найти успешную модель в Великобритании, в Китае сейчас. Вообще компания работает в 14 странах. Каких? Нигерия, Китай? Нигерия, Китай, Великобритания, Россия, Эстония, Литва, Румыния, Словения, Германия, США, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан. Где сложнее всего было открыться? Сложнее всего, наверное, было открыться в Америке с точки зрения получения виз, создания компании. Кстати, в России в этом плане очень комфортный рынок для запуска ресторана, общепита, малого бизнеса, потому что у нас действительно сняты ограничения. То есть ты сначала открываешь, а потом тебя могут проверить. Во многих странах Запада, США, Великобритании, все наоборот. В Великобритании – это прям, может быть, очень длинная история. Мы один договор аренды в Великобритании подписывали практически год. То есть наши власти молодцы? Принято ругать. Мы открывали пиццерии в 14 странах. Я могу объективно сказать, что это 100% объективная вещь. У нас открывать проще. Скажите про Китай. Китай – это другая планета вообще. Мы работаем в Китае уже 5 лет. Это очень сложный рынок, он очень огромный. Вообще я считаю, что в мире существует две цивилизации – западная и китайская. Все остальное посередине. И даже там арабский мир, мусульманский мир – это все равно в какой-то степени западная цивилизация. А Китай – это другой мир. Он сам по себе. В Китае можно построить компанию, которая будет работать только на внутренний рынок. При этом она будет по масштабам сопоставима с глобальными компаниями, которые работают на весь мир. В Китае вроде все то же самое, но все по-другому. Как вы туда шли? Вы как-то это изучали или вы наняли специальных людей, которые понимают этот менталитет и знают, что делать? Смотрите, нашей компании 10 лет. Это очень мало для нашего бизнеса. И многие решения, которые мы принимали о выходе в другие страны, они принимались, когда у нас не было достаточного опыта. Эмоционально? Да, эмоционально, в том числе от сердца. Мы развивались так, что через людей. К нам постоянно выходили люди с огнем в глазах, с энтузиазмом, и предлагали запустить эту пиццу на каком-то рынке. Сначала это была Россия, потом это был Казахстан. И в один прекрасный момент к нам пришел предприниматель из Китая, русский предприниматель, который уже 10 лет до этого жил в Китае с китайским партнером и сказал, я хочу запустить ДОДА. Мы сказали, что нет. Какое удивительное желание? На самом деле ничего удивительного. В какой-то момент рынок Китая стал меняться. Все российские предприниматели в Китае занимались чем? Они занимались экспортом из Китая, импортом, допустим, в Россию чего-то или каким-нибудь консалтингом. Но рабочая сила, труд в Китае стал дорожать. Выгоды такой, как было раньше, с точки зрения импорта из Китая уже не стало. И стал при этом расти внутренний рынок. В Китае начал расти очень сильно средний класс. И многие предприниматели, китайские в том числе, они начали смотреть на внутренний рынок. И так вот нас в интернете нашел предприниматель из Китая Андрей Прохорович. И предложил запустить ДОДА в Китае. Я сразу же отказал, чтобы мы не были готовы. Но он был настолько настойчив. Он приехал со своим китайским партнером в Москву. Мы съездили в пиццерию, посмотрели. И я решил так, что если есть предприниматель, который готов рискнуть, мы пойдем туда, чтобы получить опыт. Потом появился второй предприниматель уже из другого города, тоже российского происхождения. И потом уже, когда мы поняли, что в Китае западная модель не работает, а мы собрали достаточно уже опыта и знаний в этом рынке, мы решили запустить совершенно, ну, перезабрести, скажем, пиццу в Китае и запустить новую концепцию. Так, в чем она? Мы поняли, что, во-первых, в Китае пицца никогда не будет так называемым продуктом top of mind. То есть вот продуктом, который… О чем и речь? Да. И наша модель западная, наша пиццерия, она ориентирована в первую очередь на доставку. И она работает, потому что 50% рынка доставки, как правило, занимает пицца. Когда человек хочет заказать еду, сейчас, конечно, этот спрос расширился, но особенно раньше, у него возникало несколько продуктов в голове. И пицца, она идеально создана для доставки. И мы открывались на наши рестораны на вторых линиях, так называемых, где не очень большой трафик, потому что у нас главная доставка. Мы то же самое сделали в Китае. Но в Китае в доставке мы упали в кровавый океан конкуренции в доставке, потому что в Китае заказывают все, даже кофе, даже там, не знаю, бабушка какая-то на рынке делает кальмаров, и она через агрегаторы доставляет, потому что Китай страшно диджитализированная страна, они проскочили какой-то вот этап, сразу попрыгнули в диджитализацию. И мы поняли, что нам нельзя открывать рестораны на второй линии. Нам нужно идти на трафик в дорогие помещения, которые видно, которые заметны, чтобы наш бренд был виден. И мы сделали другую модель с очень маленькой кухней, с другим тестом, которое адаптировано под китайцев, оно более легкое, более сладкое. И если посмотреть наше меню, там можно не узнать вообще европейскую пиццу. Там пицца с мандаринами, пицца с дурианом, с различными китайскими, свининой с китайскими специями. То есть мы пытаемся сделать китайскую пиццу, не будучи китайцами. Вы, кстати, в каждой стране, мне кажется, делаете, да? Насколько я понимаю, пиццу адаптированную под вкусы. У вас есть в Африке какая-то специализированная? Все рецепты отличаются. Китай просто кардинально отличается. То есть там отличается форма пиццы, там отличается тесто, там немного другая технология производства теста. Она квадратная, что ли? Да, она квадратная. Да ладно? Да, она квадратная. И тесто другое, потому что мы используем очень маленькую кухню. Мы предвыпекаем основу для пиццы в специальном центре, а потом ее привозят в пиццерию. И за счет этого можем использовать очень маленькую кухню. Потому что очень дорогая площадь. Хотим быть на виду, хотим, чтобы нас видели. В Китае это будет длинная история. Нужно строить бренд. Там такая огромная конкуренция, что нужно будет отвоевывать сантиметр за сантиметром. И мы будем инвестировать. И просто понимаем, что эта игра очень большая. Она стоит того. То есть это не так устроено, как в России, когда у вас франчайзи. А в Китае? Платят полушальные взносы. В Китае мы ищем модель. Франчайзи платят только тогда, когда модель уже работает. В Китае она еще не работает. Поэтому мы инвестируем, создаем собственную, мы открываем собственные пиццерии. И в Великобритании сейчас точно так же мы открываем собственную пиццерию для того, чтобы создать работающую модель, а потом уже одеваться вместе с партнерами франчайзи. В Великобритании тоже не работает модель ваша? Работает. В Великобритании у нас 4 пиццерии. Три из них точно прибыльные. Это точно такая же модель, по которой мы работаем в России. В целом по такой же модели работает лидер рынка Великобритании, американская компания Domino's Pizza. Но вопрос Великобритании в том, что нам настолько уже рынок занят, что если мы будем с точно такой же моделью, как Domino's, то нам нужны огромные ресурсы для того, чтобы создать бренд и какую-то долю рынка отвоевать. Нам нужно отличаться. Нам нужно, как компании небольшой, с ограниченными ресурсами, пойти хитрым путем. Конечно, мы могли бы идти по пути Domino's. Просто делать то же самое, но в чем-то отличаться. Придется залить деньгами. Придется залить деньгами, которых у нас просто нет. Если мы найдем, чем мы будем отличаться, а у нас есть идеи, гипотезы, пиццерия должна открыться, я думаю, до конца 2020 года она должна открыться, то тогда мы, конечно, расти нам будет гораздо проще. Мы работаем на массовом рынке, там огромное количество людей, вкусы совершенно разные. Даже если мы займем какую-то узкую нишу на массовом рынке, это будет все равно большой рынок, потому что платежеспособного населения в Великобритании очень и очень много. Что делаем в Великобритании? Мы запускаем, по сути, такую же доставку пиццы, как делает Domino's, удобную, с мобильным приложением, с быстрой скоростью доставки, но немного с другим продуктом. Мы взяли технологию римской пиццы, такое римское тесто. Вот в Москве сейчас очень популярные пиццерии, которые сейчас называют пинца, то есть там будут очень такие, как принято называть, фасткэжуал рецепты. Пиццы, продукт будет восприниматься не такой, он будет более легкий, более хелси, более здоровый, чем Domino's. Там будет интересный, такой вызывающий, немного дизайн. Даже сама пиццерия будет выглядеть, если Domino's выглядит так фастфудно, в кафеле, то наша пиццерия будет выглядеть очень модно, современно, с интересным дизайном. И вот наша идея в том, чтобы в доставке пиццы сделать фасткэжуал. Это гипотеза. Как это будет работать, мы узнаем, вот открываем пиццерию в городе с очень красивым названием Royal Leamington Spa. Если у нас получится, мы начнем масштабировать этот бизнес. Так же будет называться, при этом пока работают четыре пиццерии в традиционном формате. Опять же, мы, как компания, еще не такая большая, мы можем экспериментировать, мы можем искать модель. Вы вообще рисковый человек? Я думаю, что любой предприниматель рисковый. Я думаю, предпринимателю генетически свойственно какое-то притупленное чувство риска. То есть какие-то решения он может просто эмоционально пойти легче и не переживать. И я просто анализировал себя, рефлексировал, понимал, что какие-то решения я просто принимал. То, что казалось безумными вещами, как открыть пиццерию в США или пойти в Китай. Но при этом, конечно, как руководитель крупной компании, я уже научился не рисковать всем. То есть я не имею права просто рисковать всем, потому что компания – это уже огромное количество участников, это 20 тысяч сотрудников, это 200 акционеров, это огромное количество партнеров франчези. Про 200 акционеров, хорошо, что вы обмолвились, как раз к слову. Еще чуть-чуть, и вы станете публичной компанией. Что это за люди? Вот если на нашу историю посмотреть, я без как бы какой-то там хвастовства скажу, что она многим из индустрии кажется такой сказочной. Компания из Сыктывкара на старом традиционном рынке за 10 лет стала номер 4 на крупном рынке. Вообще, если взять в России, мы номер 4 после Макдональдса, Бургер Кинга и KFC на рынке сетевого массового общепита. И все это произошло благодаря тому, что мы делаем бизнес, используя то, что нам дает новая реальность. Весь наш бизнес делал интернет. Все началось с того, что я открыл пиццерию и в интернете стал рассказывать о том, как мы это делаем, и создал комьюнити, которая постоянно расширялась. И в какой-то момент, когда я не смог привлечь инвестиции у профессиональных инвесторов, а я с 13 пиццериями тогда поехал в Москву и рассказывал, что мы построим там лидера рынка, глобальную компанию, инвесторы просто не верили мне. Сейчас я понимаю, что возможно на их месте я бы тоже, у меня не было бы поводов быть уверенным в том, что я этого добьюсь. Но получив отказ, я опять же начал думать, как привлечь инвестиции, используя то, что дает нам сегодняшний день интернет, комьюнити. Фактически я монетизировал то комьюнити, которое создавалось вокруг компании. Мы сделали краудфандинг, мы привлекли 2 миллиона долларов, это в тот момент были огромные деньги вообще для краудфандинга в России, для краудинвестинга. И когда огромное количество простых людей, непрофессиональных инвесторов, предпринимателей, менеджеров, инженеров инвестировало в компанию, таким образом в нашей компании появилось 200 акционеров, поэтому мы с самого начала были открытой компанией полностью, поэтому фактически ведемся как публичная компания, публикуем отчетность ежемесячно, не скрываем цифры, привыкли жить в этой реальности, прозрачности. А что вы этим людям обещали? Когда компания выходит, допустим, на биржу, там понятно, да, она обещает, что она будет там вести бизнес, что она там будет существовать какое-то продолжительное время, что может быть она заплатит дивиденды, может быть нет, но по большому счету инвесторы покупают в расчете на то, что компания не обещает, на рост ее котировки. Я считаю, что главная вообще задача предпринимателя продавать будущее. Я продал им будущее, потому что компания вырастет, станет глобальной. Там была очень хитрая схема, потому что мы привлекали инвестиции по достаточно высокой оценке. Когда у нас было 13 пиццерий, компания была, я вышел с оценкой, с предложением инвестировать, по оценке типа 30 миллионов долларов. Достаточно много, но у нас была IT-система еще, и мне казалось, что это справедливая оценка, потому что я-то был уверен, что это будущее, это реальность, и это было не на пустом месте. Не было никакой схемы в российском законодательстве, как инвестировать и как вообще убедить людей на такую оценку. Поэтому я сделал так, я сказал, ребята, вы мне даете займ компании под мое личное поручительство Федора Овчинникова. Я взял на 120 с чем-то миллионов займ, точнее так, компания взяла, я дал личное поручительство. И параллельно вы получаете опцион на акции компании нашей в момент окончания договора займа. То есть, когда договор займа заканчивается, вы решаете, получить нам акции, либо получить деньги с процентами. И знаете, 99,9% людей через 5 лет, когда они инвестировали, выбрало акции. При этом, даже когда мы привлекали деньги, компания еще, которая должна была выдать акции, ее даже не существовало, потому что ее нужно было создать где-то на территории английского права. Ну и таким образом мы сконструировали и привлекли деньги. Мы были в Сыктывкаре, у нее было законодательство, зато был интернет, был здравый смысл. И, наверное, вот большое количество знаний, которое часто есть, оно мешает, да, потому что мы бы думали... Знания мешают. Да, мы бы думали, что это невозможно, так никто не делал. Но этого не было, и поэтому у нас получилось, и мы сделали. Как ваши инвесторы сейчас могут понять, сколько стоят их акции, вот те, которые они получили, конвертировав займ? Ну, сейчас, во-первых, компания уже, там, лидер рынка объективно, есть объективные критерии оценки стоимости бизнеса, это раз, то есть у нас, во-первых, аудируют нашу компанию Ernst & Young, и вместе с отчетностью международной, по международным стандартам, они еще дают оценку акции. Это вот первое. То есть она достаточно консервативна, но она есть. Второе. На поздних этапах уже заходили профессиональные инвесторы. Ну, скажем так, не совсем прям фонды, да, но family office с таким серьезным подходом, потом мы получаем периодически какие-то оценки от фондов, которые нам предлагают инвестиции, мы тоже можем считать их, что они авторитетные, можно на них ориентироваться. И главное, вот это большое количество акционеров, оно создало нам очень активный вторичный рынок. То есть есть чат в Телеграме, где люди предлагают, допустим, продать акции, кто-то их покупает. То есть ничего тут нелегального нету, компания в этом никак не участвует, но этот вторичный рынок есть, и мы фиксируем, что есть сделки. А сделки нам говорят о некой средневзвешенной цене на нашей акции. Сколько стоит сейчас компания по этим? Сделки нам в Телеграме? Скажем, низшая пессимистичная оценка, которая консервативная, скажем, которую нам дал достаточно там авторитетный российский фонд, не буду называть его имени, это 100 миллионов долларов. А высшие оценки, да, это уже вторичный рынок, это где-то там 150 миллионов долларов. А сколько бы вы хотели, чтобы стоила ваша компания? У меня нет такой честной цели, то есть у меня есть цель, чтобы бизнес рос. Вы не стремитесь к миллиардам. Вы не хотите стать миллиардером? Я… Честно. Что вы подозреваете под словом «стать миллиардером»? Потешить амбиции, что я стал миллиардером? Например? Мне нравится процесс развития бизнеса. Я бы себя не представил сейчас, наверное, вне компании, там, сидящим где-то на берегу моря, но при этом, будучи миллиардером. Мне интересно… То есть вот это все… Я самолету все это не увлекает? Это не является точно моим драйвером. Никак. А что вас драйвер? Бизнес. Процесс. Сам процесс. Процесс. Мне жизнь нравится. Не обязательно там, чтобы свой самолет… Понимаешь, я думаю, что новое поколение вообще людей, которые занимаются бизнесом, оно во многом мыслит по-другому, потому что там сделать для себя фетиш в виде там яхты или машины или там самолеты и страдать. Я хочу наслаждаться жизнью сейчас, неважно сколько у меня денег. Мне нравится процесс развития бизнеса. Процесс важнее результат. Конечно. Как говорили в Японии, самурай – они цели, у него есть путь. Просто когда я в лохматых девяностых изучала экономику, сам на первой странице учебника всегда было написано, что главная цель бизнеса – заключение в прибыль. Я с вами поспорю. Это очень странная вещь, которую часто я слышу и парирую ей. Прибыль не может быть целью бизнеса. Прибыль – это условие существования бизнеса. То есть условие существования не может быть целью. Поэтому прибыль – это обязанность бизнеса. А для чего делается бизнес? У всех по-разному. Кто-то делает бизнес, чтобы удовлетворить внутреннюю потребность, что-то создать, какой-то амбиции, связанные с сущностью человека, что он хочет быть круче других. Кто-то хочет оставить след в истории, кто-то хочет обеспечить свою семью, кто-то хочет выжить просто, кто-то хочет быть свободным и делать, что хочет. У вас лично глобальная какая-то цель есть? Конечно, есть. Во-первых, мы хотим создать, если бы говорить про большую цель, создать очень эффективную, инновационную, открытую компанию, которая благодаря масштабу, возможностям сможет делать какие-то невероятные вещи. Чем больше ты становишься, тем больше у тебя появляются возможностей. Если ты Яндекс, ты можешь делать самоуправляемые машины. Если ты стартап, ты должен выживать. В большой компании ты можешь на многое влиять, на долгосрочные вещи влиять, что-то менять. И это все очень сильно драйвит. Поэтому создать глобальную компанию, которая бы могла экспортировать из России концепции, где ядром были бы IT-технологии, это большая цель. На самом деле в мире сейчас и в России нету компаний, не чисто IT-шных с узким каким-то продуктом, и не сырьевых, а потребительских, которые были успешны глобально. Типа Макдональдса, Проктелл и Гэмбелла или Мистлея. Это правда. Эта цель очень сложная, и она очень вдохновляющая, и мне интересно идти по этому пути. Любой длинный путь можно пройти только если тебе интересно, потому что иначе тебе надоест. Как вы видите свою компанию лет через десять? Это весь мир покрыт, каждый медвежий угол в Монголии, я не знаю там, еще где-нибудь. Ну давайте помечтаем. Я долго думал над глобальным развитием, пропускал через себя какой-то опыт, когда погружался в бизнес других стран, в истории других компаний. Я вижу, что единственный путь нашего развития глобального это такой, я бы назвал это путь Samsung. Когда продуктовая разработка, она сконцентрирована в стране, откуда компания произошла, использует преимущество культуры, с которой компания-то выросла, а бизнес-девелопмент он глобальный. Я вижу так, что есть Россия, в которой мы создаем какие-то интересные розничные концепции. Мы берем то, что есть на рынке, пересобираем, получается что-то очень новое и эффективное. И это настолько круто, что это берут предприниматели из других стран. Это могут быть не только концепции, связанные с существенным питанием. Это могут быть автомойки, гостиницы. Представьте гостиницу. Дудо. Но не обязательно Дудо. Мы не называем все компании с нашим первым брендом. Представьте гостиницу, где там интернет вещей, где все управляется через приложение. При этом классный дизайн. И любой предприниматель в мире может по нашим стандартам ее открыть, присоединиться к глобальной сети, операционной управлять, разделять наши ценности. Мы раз в год в нашем журнале делаем рейтинг франшиз. У него есть у этого рейтинга очень понятно читать. Это люди, которые мечтают разбогатеть ваша франшиза. Помогает людям разбогатеть? Безусловно. Есть такие случаи? Буквально там месяц-полтора назад наш франчези в городе Улан-Удэ выставил на продажу пиццерию, не, не Улан-Удэ, Чита, по-моему, Чита, выставил на продажу одну пиццерию за 120 миллионов рублей. Одну пиццерию. При том, что пиццерия приносит чистые прибыли в месяц 3 миллиона рублей. Мы все были в шоке в управляющей компании. Но самое интересное, что эту пиццерию продали. Ее продали. Не за 120, конечно, за 100, но продали. Потому что этот бизнес работает, приносит стабильные деньги и часто достаточно большие деньги. Критерием, показывающим успешность моделей и франшизы, заключается то, как наши партнеры открывают повторные пиццерии. У нас огромное количество партнеров строят повторные пиццерии имеют сети. У нас есть партнеры с 45-ю пиццериями, с 30-ю пиццериями, с 25-ю пиццериями. Мы построим национальный бренд и владение пиццерий – это будет актив, который будет постоянно приносить деньги. Как Макдональдс в США. В Макдональдс в США купить невозможно. Передается по наследству. Потому что весь рынок уже занят, а бренд никуда не денется. Поэтому владение Макдональдсом – это огромная ценность. Мы тоже самое сделаем в России с Dodo. Сейчас давайте посчитаем. Одна пиццерия приносит 3 миллиона в месяц. Это конкретный кейс. А в среднем? Все зависит от города. В среднем пиццерия имеет рентабельность 10-20%. В среднем, наверное, 15%. Средняя выручка Dodo Pizza – она больше 3 миллионов рублей в месяц. Для пиццерии это хорошие выручки. При этом есть пиццерии, которые могут делать и 10 миллионов, и 12 миллионов. Есть пиццерии, которые делают меньше. Опять же, все зависит от размера города, от уровня конкуренции, от присутствия на рынке. Но мы понимаем, что если делать наш бизнес последовательно, терпеливо и правильно на протяжении определенного времени, он будет приносить деньги. Ну, то есть, допустим, минимальная выручка 3 миллиона рублей. То есть человек, имеющий 45 пиццерий, получает выручку в месяц 135 миллионов рублей. Ну, получает он ее гораздо больше, потому что тот, кто имеет 45, у него больше выручки на пиццерию. Ну, 200, условно, да. То есть у нас есть франчайзи с выручками миллиард, два миллиарда в год. То есть это именно франчайзи. В год, я в месяц сейчас говорю. Больше двух есть миллиардов, в месяц получается 100 миллионов, да. Нет, это выручка. Это выручка. Да. При рентабельности в 15 процентов? 10-15 миллионов. 15 миллионов в месяц. Можно в месяц пооткрывать по пиццерии новой. Может больше быть. А ваша прибыль сколько в месяц? Наша прибыль у всей компании управляющей порядка 25-30 миллионов в месяц. То есть ваши франчайзи зарабатывают больше вас? Да, наши франчайзи зарабатывают больше нас, но мы компания, которая смотрит в будущее, мы огромное количество денег инвестируем. То есть компания недойная корова, на стадии недойной коровы. Каждый квартал мы инвестируем в IT миллион долларов. Я уверен, что эти инвестиции, они дадут нам возможность в будущем построить как раз глобальный бизнес. А вы, кстати, какую пиццу сами больше любите? Конкретный тип пиццы? Одно из ваших вот разных вкусов. У вас же в каждой стране свои вкусы. Вы все попробовали. Я, честно, люблю пепперони. Она не самая хелси пицца, но вот это сочетание томатного соуса, сыра и пепперони – это просто классика. Это идеальное сочетание. Я люблю маргариту, люблю сырную. То есть достаточно простые пиццы люблю с ним. Я, честно, очень люблю наши китайские пиццы, очень люблю пиццу с дурианом. Не все любят дуриан, но по мне это просто шедевр. Посмотрев ваше интервью, почитав, я пришла к выводу, что вы довольно жестко общаетесь со своими франчайзи. Вы жестко их отбираете, жестко подходите к отбору. Мы просто по другому мыслим. Смотрите, большинство франчайзинговых бизнесов, они рассматривают франчайзи как клиентов, которым они продают франшизу. Мы так не думаем. Для нас франчайзи не клиенты. Мы не продаем франшизу. Мы ищем партнеров, которые встраиваются в эту цепочку. Они делают с нами вместе бизнес для конечного клиента. И здесь они должны подходить по ценностям компании. И мы говорим не так, что вот вы покупаете нашу франшизу, и мы вам что-то гарантируем, что вы будете зарабатывать. Мы так говорим, нет. Мы все работаем до конечного клиента. При этом, при всей жесткости, как вы сказали, мы работаем по формуле. Наш успех – это успех нашей франчайзи. Самое главное – довольный клиент. Дальше, если франчайзи будет убыточен и не успешен, бизнеса не будет. Поэтому мы думаем сначала о клиенте, потом о франчайзи. И если все это будет, то управляющая компания будет счастлива 100% долгосрочно. Такого подхода тоже мало. Это франчайзи ценят. Поэтому с нами они остаются, приходят и верят в будущее. И понимают, что если сейчас даже где-то есть какие-то сложности и проблемы, то открытость компании, вот этот подход, он все равно все в долгосрочной перспективе решит. Вы открытый человек? Конечно, открытый. Прям душа на распашку. Самое интересное, что я открытый интроверт. Вы не похожи на интроверта. Ну, я считаю себя, наверное, интровертом. Я интроверт, который всегда делал открытый бизнес, прагматично. Потому что открытость дала компании очень много. Супер-промо. Если ты открыт, тебе доверяют. Самое главное, что ты продаешь, когда ты привлекаешь франчайзи. Модель, успех. Когда ты показываешь все цифры, не какой-то пиццерии выборочной, а всех. Конечно, те, кто приходят к нам, они начинают доверять нам. Они понимают, что эти ребята, они ничего не скрывают. А вы не боитесь, что мы в России сами живем, чтобы позвонят, скажут, отдай? Зачем связываться с тем, кто открыт, если столько закрытых? В смысле, вы это сразу в Фейсбуке напишите? Мы слишком приходить в аквариум и что-то требовать. У нас все открыто. Нам сложно найти какие-то изъяны. Потому что мы с самого начала ведем полностью белый бизнес. Понимаем, что все открыто. И все цифры открыты. Это постоянно укрепляет систему. Франчайзи укрепляет в том числе. И зачем с нами связываться? Это раз. Два. У нас не такой простой бизнес, который можно там забрать. Наверное, сейчас уже есть какие-то безусловные активы в виде бренда, в виде уже работающего большого бизнеса. Но в целом это не такой легкий бизнес. Вы совсем ничего не боитесь? Или есть что-то? У меня был один раз страшный сон, что я проснулся и потерял мотивацию. Пока никогда этого не происходило. Но такой сон был. Самое главное – это энергия в бизнесе. То есть мотивация, желание. Зачем ты это делаешь? Все потом в итоге скатывается к смыслу, к сознанию. Где вы берете энергию? Энергию. Смотрите, я беру ее от бизнеса, от челленджей, от того, что мы запустили. Мы сейчас запускаем новую концепцию – донор. Ребята сами делали. Я участвовал, просто совсем минимально поддерживал. Знаете, какой это прилив энергии от того, чтобы это произойдет, идея станет реальностью. Еще важное, я повторю слова Джобса – stay hungry, stay foolish. Как только ты начинаешь пресыщаться чем-то, то есть ты теряешь энергию. Вот эту историю про то, что вы берете розничную концепцию, перепридумываете, пересобираете ее до рынка, это вы лично этим занимаетесь? Вы перепридумываете? Нет, команда. От меня могут идти какие-то общие идеи. Допустим, мы открываем кофейню, где стремимся, чтобы 100% заказов принималось через мобильное приложение. Зачем нам это? Для того, чтобы контролировать, как себя ведут клиенты. Зачем? Для того, чтобы делать очень качественный кофе в профессиональных машинах руками и масштабировать качество, что очень сложно. Я эту идею продаю команде. Приходят люди. Допустим, кофе к нам присоединилась предпринимательница Анастасия Никитина. И ребята уже сами делают, конечно же, развивают. И в какой-то момент я отключаюсь, потому что понимаю, что все уже концепция начинает сама жить, развиваться. И моя задача, что вообще как предпринимателя это не придумывать все самому. А собрать классных людей, заставить поверить в будущее всех. Там инвесторов, людей. Мотивировать. И чтобы дальше хорошие люди делали крутые вещи. А вы харизматичный человек, к вам люди верят? Умение убеждать, оно очень важно для предпринимателя, потому что, еще раз скажу, предприниматель продает будущее. Он приходит в банк и говорит, допустим, или не в банк, куда угодно, и говорит там, этого нет, я это сделаю. И как правило, кажется, что все это нереально. Вот я сейчас читал статью про маленького, небольшого предпринимателя, который муравьиные фермы делал. Я подумал, человек в Москве там, жил, что-то делал, потом решил делать муравьиные фермы. Поехал в Тверь, открыл производство. Вот как это? Да, вот если я представляю, он приходит к жене и говорит, я открою муравьиную ферму. Она смотрит. Но меня примерно так же смотрела мама, когда я сказал, что открою книжный магазин в Тывкаре. Нужно заставить поверить арендодателя, сотрудников. Поэтому, конечно, нужно убеждать людей. Если ты хочешь что-то продать, нужно продать сначала саму себе. Я когда рекламу продавал, я начинал с продажи, делал там рекламные журналы в Тывкаре и ходил, продавал рекламу. Это выглядело так, я приходил в какой-нибудь такой сыктывкарский торговый центр, знаете, где там просто в бывшей гостинице или общежитии, там просто такие офисы, риелторские агентства. И меня, как правило, посылали просто, ну, на три буквы. Открываешь дверь, тебе говорят, иди ты. А тебе нужно продавать рекламу. Это, ну, дикий стресс. Ты должен сам поверить, что это им нужно. Ну, то есть, по-настоящему поверить. И тогда я смог начать продавать. Когда ты сам веришь, ты можешь продать. Была какая-то ситуация за вот эти все годы, правда, дома сейчас говорим, которая вам запомнилась особенно, может быть, это было неприятно или наоборот? Было огромное количество ситуаций. Опять же, моя личная психика такая, что я все какие-то сложные стрессовые вещи, я их помню, но они с точки зрения какого-то психологического осадка куда-то уходят. И кажется, что все было легко, легко и просто. Была ситуация, что, о которой, кстати, многие знают, не попиться с тем, что нам подбрасывали наркотики в туалет, в пиццерии. Вот. Ну, где-то была эта ситуация стрессовой. Но, опять же, открытость и вера в то, что все можно решить, вера в людей, что везде есть здравые люди. Хорошие люди. Она помогла. Какую самую большую ошибку вы совершили свою жизнь? Я совершал огромное количество ошибок, наверное, любой предприниматель, выживший, любит говорить об ошибках. Наверное, так, что самую большую ошибку я не совершил, потому что, наверное, тогда бы бизнеса не было бы. Я не хочу ее совершить, поэтому, кстати, к вопросу о рисках. Сейчас, если мы рискуем, мы рискуем всегда так, что мы можем это потерять. То есть, если мы готовы потерять миллион долларов в Китае, условно, или два или три, значит, мы туда идем, понимая, что получится – хорошо, а не получится – мы потеряем. Но это не поставит под угрозу компанию, потому что это уже ответственность. Все ошибки, которые я совершил, я бы хотел совершить. Если бы я их не совершил, я не получил бы какие-то знания и компания не была бы той, которая есть сейчас. Ну, например? Выход в Америку. Это ошибка. Ошибка или это не ошибка. Сложно сказать, нет сослагательных наклонений в истории бизнеса. Возможно, если… Нет, но вы туда вышли? Мы вышли. У нас пиццерия работает в Миссисипио. Да, да, да. Успешно. А почему эта ошибка, если она работает? Я не скажу, что это ошибка. Это было нетривиальное решение. И оно дало нам огромное количество опыта. То есть это тяжело далось? Да, в какой-то момент компания так расширилась, что с точки зрения классической стратегии, ну, мы просто были перенагружены. Мы, на самом деле, очень молодые. 10 лет компании, нужно понимать, что 10 лет компании там и не размера огромного холдинга. Мы же каждый год увеличились в два раза. И 5 лет это была очень маленькая компания. И мы очень быстро растущая организация. И мы вышли на такое количество рынков. И это очень сложно. У нас ресурсы ограничены. Это сложно даже тем, кто не в индустрии, представить. Потому что кажется, ну, как бы нормально. Управлять этим очень сложно. Это огромное количество ресурсов. И мне нужно было разрываться. В какой-то момент мы приостановили международное развитие. Мы там заморозили развитие в США. Мы, значит, ограничили количество стран, которые мы запускаем. Каких-то от себя. Короче, некоторые возможности нужно уметь говорить нет. В какой-то момент. Вот мы этому научились. То есть вы боялись выпустить возможности? Нет. Там история в другом. Мы привлекали инвестиции в как раз большого количества частных инвесторов. Мы их привлекали. Их нельзя привлечь было одновременно. Мы их привлекали чуть-чуть, постоянно. Это был 2014 год. Начинается война в Украине. Рубль проседает. И потом в декабре рубль просто обваливается. И нам переостанавливаются инвестиции. Я понимаю, что компании осталось жить два-три месяца. Потому что у нас просто кончатся деньги. А мы тогда были убыточными. Нужно было их финансировать. Понятно. Это маркетинг такой. Я заставил поверить в будущее. Я сказал, мы откроем пиццерию в США. Это будет нашей станцией космической, на которой, если у нас тут апокалипсис произойдет, мы там споры жизни высадим. И там будем развивать. Потому что мы же много сделали в IT. Я знаю, что у вас есть безумная мысль выйти в Италию. На родину пиццы. На самом деле, ничего безумного нет. Это такое, знаете, вот я так заметил частый подкол у нас в соцсетях. Типа, ребята, а вы идите в Италию. Я скажу такую вещь. К нам уже три раза обращались итальянские предприниматели, серьезные, с вопросом о франшизе. В Италии называется доминос. А итальянцы, они не очень любят американские франшизы. В Италии огромное количество хорошей и плохой пиццы. И та пицца, которую делают доминос, она есть на Сицилии. Такая с пышненьким тестом. Вот. Никто не мешает делать итальянскую пиццу. Мы продаем технологию. Приходя, сделать продукт, на самом деле, не так сложно. Сложнее технологии. Я имею в виду технологию управления, IT. Все вместе. А уже сделать под Италию продукт, сделать под Италию тесто. Выбрать. В Италии вкус пиццы определяют ингредиенты. Когда люди приезжают в Италию и говорят, там самая вкусная пицца. Я их понимаю. Потому что в Италии очень качественные ингредиенты. Очень качественные овощи. Они просто сами все знают толк в еде. В России на массовом сегменте очень сложно сделать такую пиццу, как в Италии. Хотя мы стремимся. Потому что просто вопрос ингредиентной базы. Она другая. Поэтому нет никаких фундаментальных причин, почему нельзя выйти в Италию. У вас есть какой-то план, когда ваша зарубежная вся испансия начнет вам приносить какие-то приличные деньги? У нас уже достаточно ощутимые деньги приносит Восточная Европа. Ну, Казахстан можно считать практически нашим рынком. Очень похож на нас Беларусь. Мы понимаем, что пять лет. И вот за пять лет мы должны уже начать какой-то серьезный рост. Вы понимаете ли, у вас есть план? У нас, конечно, есть планы. Нам нужно расти дальше, потому что российский рынок он конечен. Мы достаточно большие уже на российском рынке. Мы верим, что можем вырасти в два раза еще в России, но это уже будет прям предел. То есть вы здесь просто уперлись в потолок? Ну, конечно, конечно. Будет какой-то предел рынка по пицце. Насколько большими вы хотите быть? Как Амазон, как Доминос. Я сейчас, может быть, покажусь безумцем, но я таким же безумцем оказался в Сыктывкаре десять лет назад, когда писал в интернете из пиццерии в подвале о том, что мы станем, построим компанию федеральную в России. И все-таки Амазону хотите. Спасибо. 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 Спасибо.